МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Санслужба Бобройска готовится к иммунизации. Необходима вакцинация не менее 40%. Администрации предприятий и организаций уже заключают договоры с поликлиниками, какие вакцины предложат горожанам. Ты не семени река. Инспекторы со спасателями мониторят акваторию Березины. Почему без жилета рыбачите? Один выезд, один нарушитель. Про что регулярно забывают владельцы лодок. А также статистика отравлений грибами, новые детали смертельной аварии на Минском шоссе и оранжевая среда. Завтра вновь прокремят грозы. Как защититься от непогоды? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из первых уст. Председатель Бобруйского горосполкома встретился с работниками машиностроительного завода. Александр Студнев рассказал про эпид-обстановку в городе. По его словам, она находится под контролем. Пандемия идет на спад. Коронавирус бросил вызов не только системе здравоохранения, лихорадила и промышленность. Многие страны сказали стоп. Экспорт у белорусских товаров закрыли границы. Но, тем не менее, как я уже сказал, мы нашли у себя возможности в городе, силы и возможности для того, чтобы сохранить свой потенциал и нарастить именно внутренне. За это, в первую очередь, я благодарен вашему руководителю, вам, как работникам предприятия, что вы в это трудное время сохранили стабильность. Глава города затронул тему зарплат. В июне средние доходы бобруйчан оказались на уровне 995 рублей. По машиностроительному заводу сумма чуть меньше. 813. Александр Студнев отметил, это не предел мечтаний. Есть к чему стремиться. В первую очередь, за счет наращивания производства и новых рынков сбыта. Это важная составляющая, которая, в любом случае, нанесет, в первую очередь, и стабильность для работников и для предприятий. Председатель горысполкома анонсировал строительство поликлиники в Киселевичах, школы и детского сада в 7-м микрорайоне. Рассказал, как идут дорожные работы на Крылова и Бахарова. Александр Студнев заверил, детская больница откроется 1 августа. Администрация и сотрудники предприятия остались довольны встречей. Я считаю, что встречи такие необходимые, с коллективом встречаться. Очень много мы услышали информации от Александра Викторовича, которая была полезна для наших работников. Ну и также наши работники получили ответы на заданные вопросы. Наше государство все делает для того, чтобы город жил. Очень много улиц, вот те же самые Шевченко сделаны, Каменского, сейчас переулок Бахарова, движение разгрузили очень хорошо. В стране выздоровели и уже выписаны свыше 60 тысяч пациентов, у которых ранее подтвердили коронавирус. Об этом сообщили в Минздраве. Зарегистрированы 67 366 человек с положительным результатом на COVID-19. Лаборатории обработали более миллиона 270 тысяч тестов. В Беларуси продолжаются чествования медиков. Сегодня в центре внимания главврачи, заведующие отделениями, анестезиологи, реаниматологи, медсестры и фельдшеры Минской и Витебской областей. Думаю, ни для кого не секрет, что медицинские работники в это время работали фактически без выходных. Работали и в ночные, и в дневные смены, в том числе и работники центров гигиены и эпидемиологии. Мы старались максимально быстро организовать противоэпидемические мероприятия, вывести контактных лиц и организовать их обследование. Ну и родные и близкие нас, к сожалению, видели иногда урывками. Было сложно, но ты чувствовал, что ты работаешь не один. И моя награда – это награда целого коллектива. В такое тяжелое время больных было очень много, вызовов тоже очень много. Но справились. Это не в деньгах дело. Я вообще получаю удовлетворение от своей работы, когда любому пациенту становится лучше. В условиях пандемии белорусская система здравоохранения сработала как единое целое, не допустив перегрузки и неблагоприятного сценария развития событий. Об этом заявил министр здравоохранения. По его словам, наша медицина способна отвечать на самые сложные вызовы и сохранить работоспособность в любых условиях. Санслужба Бавруйска готовится к иммунизации. К сентябрю в город поступит сразу несколько вакцин против гриппа. Пациентам предложат три препарата на выбор. Российский гриппол, французский ваксигриптетра и нидерландский инфлювак. Администрация предприятий и организации уже заключат договоры с поликлиниками. Сделать прививку можно будет в любом учреждении здравоохранения. Перед процедурой потребуется пройти осмотр у врача. Вакцинация будет необходима детям организованных коллективов и работникам предприятий, где необходима вакцинация не менее 40%, чтобы защитить окружающих от гриппа. Пандемия коронавируса вдвойне увеличила потребность вакцинации против гриппа. Глава Всемирной организации здравоохранения назвал ее самой серьезной из глобальных ЧП за всю историю существования ведомства. Вполне возможно, что у человека может в том же сентябре, октябре, ноябре быть сразу две инфекции одновременно. То есть если будет коронавирусная инфекция у многих людей протекает, нелегко. Если еще присоединиться вторично в гирус гриппа, то будет еще тяжелее человека, ну не то что выздороветь, а спасти его. Потому что и одна, и вторая инфекция довольно коварна. В свежий улов. Специалисты госинспекции по маломерным судам вместе со спасателями выезжают в рейд по Березине трижды в неделю. Моя коллега Мария Бушкевич присоединилась к проверке и узнала, за что попадаются владельцы водного транспорта. Гимс для водного транспорта, как ГАИ для автомобилистов. Только их шоссе – водная гладь. Эти бойцы знают реку, как свои пять пальцев, умело маневрируют по Березине. Признаются, глаз наметан, не укроется ни один нарушитель. С начала навигации на Бобруйском участке мы осуществили порядка 25 рейдов. Выявлено около 40 правонарушений. Несколько из них достаточно серьезные. Это злоупотребление алкоголем и нахождение на воде. За такое зачастую лишают права управления судами. Проверки проводят трижды в неделю. В рейд выходит по два человека – инспектор ГИМС и инструктор-спасатель. Оценивают обстановку, находят владельцев лодок, проверяют документы. Пожилого бобруйчанина поймали с поличным. Отправился за ягодами на другой берег без экипировки. Почему без жилета рыбачите? Ну вот, поездка в лес и как-то не пришлось. Ну некуда положить жилет. Оставить его на берегу – это что выкинуть. Нарушители вынесли устное предупреждение. Инспекторы добавили, если словят повторно, выпишут штраф в три базовых. У двух следующих владельцев надувных лодок нарушения не выявили. К тому же оба рыбака были в жилетах. В случае, если лодка перевернется, это позволит как минимум всем людям, которые находились в лодке, остаться на плаву. То есть на любой глубине. То есть они могут позвать на помощь и уже время, если человек просто был бы без жилета, он бы совершенно там, считанные секунды, человек мог бы просто утонуть. На Бобруйском участке свыше 5000 маломерных судов. Пополнить ряды водомоторников просто. Доброволец должен быть совершеннолетним и с отсутствием противопоказаний. Управлению судом обучат в госинспекции по маломерным судам. Мария Бушкевич, Максим Галенко, Бобруйск, 360. Сотрудники транспортной инспекции и следственного комитета выяснили вероятную причину смертельного ДТП на выезде из города. Напомним, автобус и мотоцикл столкнулись еще в начале мая. В 70-е ехал по Минскому шоссе, повернул влево на дорогу к Шиннику. Байкер летел в сторону города и не успел сбросить скорость. Тормозной путь растянулся на несколько метров. Двухколесник врезался прямо в дверь общественного транспорта. Врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшего, но откачать парня не удалось. Правоохранители разобрались в деталях аварии. Выяснилось, что водитель автобуса не соблюдал режим труда и отдыха. Это могло негативно отразиться на концентрации внимания. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. За два года в Бобруйске не регистрировали ни одного случая отравления грибами. Эксперты, напомню, не рекомендуют заниматься тихой охотой возле дорог и на загрязненных территориях. Большинство лесных дорог способны накапливать радионуклиды и тяжелые металлы. В первую очередь грузди, волнушки розовые, зеленки и сыроежки. Чтобы уберечь здоровье, лучше класть в корзину лишь знакомые виды. Если возникают сомнения, стоит выбросить добычу. Самыми опасными считаются бледные поганки и мухоморы. Определенные симптомы, конечно, есть. Они схожи со всеми остальными отравлениями. Это может быть и диарея, повышение температуры тела, озноб, возможно, даже раздвоение в глазах. Желательно, конечно, не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам. Даже если случай будет легким, вам дадут рекомендации в лечебных учреждениях. И таким образом вы улучшите прогноз, поскольку смертность от отравления грибами составляет от 2 до 5%. Врачи советуют покупать грибы исключительно в местах санкционированной торговли. У частных продавцов спрашивает специальный талон, подтверждающий безопасность товара. Национальный экзит-пол, наркодилеры в наручниках и мексиканский гость. Спасатели отловили редкую змею в квартире витебчанина. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. На президентских выборах организуют национальный экзит-пол. Избиратели будут интервьюировать после голосования на выходе из участков. Опрос проведет лаборатория социологических исследований при Комитете молодежных организаций. Наблюдать за экзит-полом будут эксперты из Великобритании, Швеции, Польши, России и Украины. «Белавия» продлила перестановку рейсов в Россию. Воздушные судна не будут летать в Краснодар и Сочи до 15 августа. В другие города Федерации – до 7 числа. Вернуть деньги либо поменять билет можно в кассе авиаперевозчика. Между тем, с 1 августа самолеты начнут курсировать в Таллинн. В Минске содержали наркодилеров, которые делали закладки на детской площадке. Столичных жителей 34 и 35 лет взялись по личным. Изъято более 300 граммов альфа-ПВП. Нарушители, как сообщается, работали на интернет-магазин по продаже психотропов в три месяца. Приобретали крупные партии наркотиков, фасовали и делали закладки по всему Минску. Действовали сообща. Ранее мужчины к уголовной ответственности не привлекались. Миндельсхоз получил свыше 600 предложений по изменению правил охоты. Большинство касаются запрета на отстрел бездомных кошек и собак, а также диких животных, которые зашли на территорию населенного пункта. Ведомствы подчеркивают, правила в скором времени могут измениться. Сейчас эксперты работают над проектом нового указа. Спасатели отловили редкую змею в квартире жителя Витебска. Владельцы вызвали сотрудников МЧС, поскольку не знали, представляет ли она опасность. Оказалось, это синалойская молочная змея. Присмыкающиеся неядовитые семейства ужеобразных. Ее ареал обитания Мексика по окраске похожа на ядовитых коралловых аспидов. Департамент охраны наградил горожанина, который помог задержать хулиганов. 12 июля на пульт дежурной части службы быстрого реагирования поступил сигнал с тревожной кнопки магазина. Продавец испугался пьяных дебоширов. На место выехал наряд. На призыв милиционеров сдаться трое парней ответили кулаками. В какой-то момент один из злоумышленников попытался завладеть спецсредствами. Очевидец решил вмешаться в происходящее. Дмитрий Прошин помог обезвредить бесчинщиков. Сегодня герои вручили грамоту и подарок. Спасибо вам большое. Я решил не остаться в стороне, помочь сотруднику МВД. И все обречения, я думаю, должны не оставаться в стороне, помогать. Спасатель в эпицентре пожара. На фасаде многоэтажки в седьмом микрорайоне появился мурал. Дом на проспекте Строителей 8 украсили специально ко дню пожарной службы. Профессиональный праздник бойцы МЧС отметили накануне. Мария Бушкевич подробнее. Изображение занимает всю торцевую стену высотки. Вверху алая цифра 112 видны за несколько километров. По словам сотрудников гора и отдела ПЧС, граффити призвано напомнить людям, которые проходят мимо, про правила пожарной безопасности. Все дети идут и засматриваются сюда, поэтому, я думаю, очень полезная информация. Когда вот мы росли, было 0,2, 0,3. То есть это все осталось в памяти, это было логически заложено изначально. У них тоже останется. Красивый рисунок. Параллельно есть информация о том, что можно позвонить 112, в случае чего и дети будут знать. Здесь очень много детворы гуляют постоянно. Надеюсь, больше будет таких рисунков приорчены и к другим дням. Медика там можно нарисовать, учителя, в конце концов. На изготовление мурала ушло 70 баллонов аэрозольной краски. Покрытие предназначено специально для художественных целей. Цвета останутся яркими минимум 10 лет. Красный огонь и белая пена леет мотив рисунков 100 квадратов. Высота 15 метров, почти как пятиэтажное здание. Нанести изображение такого размера – целая наука. Вечером подключается проектор к компьютеру. Картинка передается на стенку. Я заложу в кран, получается, меня возят вдоль всего здания и я обвожу обметку. А потом по этой же обметке, разметке я просто как раскраска разукрашиваю все. Высотку с яркой картиной еще не сдали в эксплуатацию. Мурал, уверяют спасатели, станет подарком для новоселов. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В городском парке реставрируют качели. Восстановлением занимаются сотрудники Бобруйск-Агромаша. Работы начали еще на прошлой неделе. Завершить планируют через несколько дней. На объекте трудятся сразу пять человек. Признаются, рады повозиться с любимым аттракционом. Эти лодочки помнят с детства. Ведутся подготовительные работы по снятию старого лакокрасочного покрытия и облегающей территории качели. Некоторые элементы сняты, они завезены на предприятие. Проходят обработку дурбеструйкой, будет окраска с грунтовкой. На завтра запланированы работы полная грунтовка в несколько слоев и также окончательная окраска. Качели сделают четырех разных цветов – желтого, синего, зеленого и красного. Для работ также задействуют машины для утрамбовки земли. Вокруг аттракциона поставят новый забор. Тут приходят и дети, и даже, я думаю, и до 30 лет кто-то будет кататься. И добрым словом, я думаю, что вспомнят. И вклад в город, завод Бобруйская ромаш, определенный вклад. Руководство идет на помощь городу. При благоприятной погоде реставрацию закончат до выходных. Вечерний гром. Погода нагнетала с самого утра. Каштиль, духота. После обеда воздух раскалился до 25 градусов выше нуля. Стали собираться тучи. Вскоре небо забило в барабаны. Поднялся ветер. Надолго ли тренд? Анастасия Шевцова. В среду, по словам синоптиков, небо над страной затянут облака. В отдельных районах пройдут ливни. Днем столбик термометра покажет 30 со знаком плюс. Ночью температура опустится сразу на 12 градусов. В светлое время суток ожидаются грозы. Объявлен оранжевый уровень опасности. Спасатели напоминают, во время непогоды нельзя купаться в водоемах, находиться возле высоких деревьев и линий. Электропередачу безопасней оставаться дома. Прогнозируется южный ветер с переходом на западные 4,9 метра в секунду. Местами возможно шквалистое усиление до 15-20. Водная стихия обрушилась на Индию. В штате Ассам пострадали свыше 2,5 миллионов человек. Стихийное бедствие унесло 123 жизни. Повреждены дороги, мосты, водопропускные трубы и другие объекты инфраструктуры. Большая вода накрыла и Йемен. Из-за сильных дождей и внезапных наводнений смыты десятки домов и машин. Погибли по меньшей мере 14 человек. Завтра в Бобруське будет облачность с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду с порывами до 15. Температура воздуха днем достигнет 27 градусов со знаком «плюс». Ночью столбик термометра покажет 17 выше ноля. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Бобруськ, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Счастливо!